Лето-лето к нам пришло, стало сухо и тепло. Мне кажется, что я буду без конца читать эти стихи, но по-моему погода не улучшает. Мы с Кузей рады вас приветствовать этим жарким солнечным летом. Вы понимаете, да, что я шучу, ребят? И хочу, чтобы вы отгадали загадку. Что это за птица? Если дождь, то она, оп, скинется. А если дождик кончается, она убирается. Догадались? Да, это зонтик. И нас сегодня он с Кузей, кажется, спасет. Ну, то есть на зонт у меня последняя самая надежда. Потому что если зонтик нас не спасет, то мы не сможем вам сегодня рассказать стихи, которые задумали. На самом деле у Кузи есть его собственный зонтик. И он меня так просил, чтобы я ему разрешила ходить под его зонтом. О, смотрите, у Кузи он маленький. И сейчас я даже попрошу, ну, постараюсь, чтобы он раскрылся. Должно все получиться. Только скажите, пожалуйста, нужен ли Кузе зонт, если я сейчас под большим зонтом? Вот, Кузя тоже под большим зонтом. Я его не отпущу из своего большого зонта. Знаете почему? Потому что посмотрите на Кузины ноги. Вы считаете, это резиновые сапоги? Это не капельки, не резиновые сапоги, это лапти. И в лаптях нельзя просто ходить по лужам. Кузя, ты понимаешь? Поэтому мы сейчас сделаем так. Маленький Кузин зонт. Ой, я куда-нибудь спрячу. Вот. Мы с Кузей пойдем смотреть лужи. Просто лужи это то, чего Кузя любит больше всего на свете. Ты тоже же любишь лужи, правда? Только вот у тебя-то есть резиновые сапоги, а у Кузи нету. Я не знаю, где продаются такие крошечные резиновые сапоги кузиного размера. Он мне правда, знаете, что сказал? Он мне сказал, что ему бы калоши подошли. Но у меня калоши, во-первых, всего одна. Во-вторых, по-моему, тоже не Кузин размерчик. Как на ваш взгляд? Не Кузь. Сегодня ты без калош. Идем к лужам? Идем. Но у меня тоже нету резиновых сапог. И поэтому наступать в лужу я тоже не могу. И Кузя будет издалека про лужи вам рассказывать. Вы не против? Я надеюсь, что не против. Итак, Кузя нам говорит так. В лужах картинки. Это так стихотворение называется. Да, в лужах картинки. На первый дом. Как настоящий, только вверх дном. Вторая картинка. Ветка на ней. Как настоящая, но зеленей. Третья картинка. Небо на ней. Как настоящая, только синей. А на четвертой картинке. И я промочил ботинки. Да, это не Кузя придумал это стихотворение. Это стихотворение Валентин Берестов придумал. И у меня даже книжка, поверьте мне, я взяла с собой рюкзак. В рюкзак положила две книжки, и вам хотела показать. Но я думаю, если я буду снимать рюкзак, доставать из рюкзака книгу, то, кто будет не держать зонт, думаете, Кузя? Я ему не доверяю держать большой зонт. Мы с ним оба промокнем. Вот. Поэтому я пока не буду доставать книжку. У меня есть такая надежда, что дождь кончится, и я все достану. Но пока он не собирается даже кончаться. Вот. Поэтому мы с вами сейчас запустим руку опять в мой карман. И я там кое-что другое поищу. Я знаю, что я найду. Я найду в кармане листик. Смотрите, какой хорошенький. Непоседа ветерок с дерева сорвал листок. Долго с листиком зеленым над деревьями кружил. А потом мне на колени этот листик положил. Тронул ласковое лицо. Получите письмецо. Письмецо? Вы серьезно? Листик может быть письмом? Ой, ребята, слушайте. Я просто с вами как раз про письма больше всего и хотела поговорить. Потому что вы думаете, что письма бывают, наверное, только электронные, да? Когда мама проверяет или папа электронную почту, а там какое-то письмо. Или в телефоне, или на компьютере. А на самом деле письма бывают еще бумажные. И раньше, когда ваши бабушки и дедушки были маленькие, письма приходили только в почтовый ящик, именно бумажные, в бумажных конвертах. Но в этом стихотворении письмо получается с дерева. Ну вот вы слушаетесь. Непоседа ветерок с дерева сорвал листок. Долго с листиком зеленым над деревьями кружил. А потом мне на колени этот листик положил, тронул ласковое лицо. Получите письмецо. Письмецо. Листик может быть письмецом. Вы все-таки это запомните. Хорошо? Это письмо. Мы просто долго думали с Кузей. Пусть ты знаешь, от кого оно может быть. А потом вспомнили. У меня есть еще одна книга в рюкзаке, но я ее опять не могу достать. Это книга про Бибигона. Вы ее, наверное, читали с мамой. Вот смотрите. Он у меня как раз спрятался в кармане. Тоненький он, будто прутик. Маленький он, лилипутик. Ростом бедняга не выше вот этой маленькой мыши. И каждая может ворона, шутя погубить Бибигона. Но он, поглядите, какой боевой. Бесстрашно и смело бросается в бой. Со всеми врагами готов он сразиться. И никого никогда не боится. Он весел и ловок. Он мал, да удал. Другого такого я век не встречал. Так вот, вы почитаете много разных приключений про этого Бибигона. Но один раз он сел на стрекозу. Да? Как-то к нам прилетела в наш сад стрекоза и попалась ему на глаза. И он скачал на нее и поет. Это мой самолет. Сейчас я отправлюсь в большой перелет. Из Африки я полечу к Парагваю. Потом на далекой луне побываю. Тричу до туда, я вам привезу. И мы закричали, куда ты, постой. Но нам только эхо ответило. Да, вот этот Бибигон улетел на стрекозе, а потом пришло от него письмо. Вы почитаете, оно очень хитро пришло. Ни в почтовый ящик, ни на электронную почту, ни даже ветерок не принес этот листок. Там улиточка, рогатая улиточка, роняет письмецо. Да, и там написано. Я прям читаю, да, Кусь? Это нам Бибигон прислал. Вчера за черной тучью, своей рукой могучую, Сраженный побежден дракон Каракокон. Отпраздновать победу я вам приеду в среду. Примите мой поклон, ваш верный Бибигон. Да, 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 Бибигон написал письмецо на листочке. Я бы вам все показала в книжке, если бы я смогла ее достать. Но я не могу, я боюсь все промокнуть, боюсь. Вот, и поэтому я вам предлагаю играть в почту листиковую. Только как? Скажите мне, пожалуйста, как можно на листике писать? Вот я еще не придумала. Мне кажется, фломастером не очень получится писать на листике. Но может получиться по-другому. Ой, Кузя, ой. У меня, конечно, были большие, богатые планы достать из рюкзака листок. Но вы запоминайте. Вы просто это будете делать... Кажется, дождик еще сильнее становится. Вы будете это делать просто с моих слов, без подсказки. Ладно? На картинке. На картинке не будет подсказки. Берете листики. Такой листик. Это у нас что, между прочим? Липа, да? Можно взять липовый листик. Так, хорошо, что я заготовочки сделала. Иначе бы мне пришлось... О, можно взять кленовый листик. Кленовый даже еще прекраснее, потому что у клена, видите, 5 лапочек, да, в разные стороны. Можно взять кленовый листик. Можно взять... Остальные у меня улетели. Там были еще березовый, осиновый. Вы берете любые листики, кладете их на бумагу. Можно взять сразу зеленую бумагу. А можно взять бумагу белую, но взять зеленый карандаш. И попробуйте обвести листочек. Прямо по краешку. Обвести, вырезать ножницами. И на нем уже писать письмо. Вы можете мне написать письмо. Можете Кузе написать письмо. Можете Бибигону написать письмо. Маме, кому угодно. А потом этим листочком играть в почту. Вы запомнили? Вы запомнили стихотворение? Правда же запомнили? Непоседа ветерок, дерево сорвал листок. Долго с листиком зеленым под деревьями кружил. А потом мне на колени. Этот листик положил. Тронул ласковое лицо. Получите письмецо. Дождливое письмецо. Ребята, я, конечно, понимаю, что это какой-то слишком короткий летний привет. Мы вам сегодня с Кузей записали. Я хотела с вами в дождик поиграть. Помните как? Вам нужно ладошками хлопать себе по коленочкам. Вот. Вам видно мои коленочки-то хотя бы? Не видно. Ну, хорошо. Тогда мы так. О, я по коленочкам, по Кузинам постучу. Мы в дождик поиграем. И на этом уже с вами попрощаемся. Чтобы мы с Кузей не простудились. И все-таки хоть мокрые, но домой бы добежали. Да? И чаю горячего выпили. Чаю выпейте за нас, ладно, горяченького? Чтобы мы не заболели. Ладно. Играем в дождик так. Ладошками хлопаем по коленочкам. Двумя ладошками. Тихий, тихий, тихий дождик, дождик, дождик. Кап, кап, кап. Сильнее, сильнее, сильнее дождик, дождик, дождик. Кап, кап, кап. Сильный, сильный, сильный ливень. Гром, гром, гром. Это можно на самом деле вот так похлопать ладошками. Гром. В небе молния блестит. Вот если еще сейчас будет блестеть молния. То мы с Кузей совсем перепугаемся. И поэтому мы с вами прощаемся. Все, я надеюсь, что следующий летний денек уже не будет дождливым. И мы расскажем с Кузей вам длинную сказку. Сегодня короткая. И делайте творчество сами, не ленитесь. Покажите мне ваши листочки нарисованные. Договорились? Я буду очень строгой, Надежда Анатольевна. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Это мы были с Кузей летом на улице. Верьте, это такое московское лето. До свидания, мои хорошие. До новых встреч. Друзья мои, мне показалось, что будет важным, чтобы вы за нас не беспокоились. Мы добежали домой с Кузей и вот уже пьем чай. Вот, из одной чашки. Из одной. И хотели вам показать все-таки книжки. Хорошо? Хорошо? И там под дождем я, конечно, не смогла с вами хорошенечко поговорить. Вот, смотрите, вот этот мальчик, который ходит и в лужах смотрит картинки. И если вы спросите нас, раньше бывают картинки в лужах, мы с Кузей скажем, конечно же, бывают. И вы тоже уже знаете отгадку, да, на эту загадку. На самом деле это не картинки, нарисованные художником, а что? Отражение, конечно. В лужах отражается, как в зеркале. Ну, немножко не так, конечно, как в зеркале, но все-таки отражается. Да, и что же там отражается? В лужах картинки. На первый дом, как настоящий, только дном. Вторая картинка. Ветка на ней, как настоящая, но зеленей. Третья картинка. Небо на ней, как настоящее, только синей. А на четвертой картинке я промочил ботинки. Да, вот так. Кузя сегодня все промочил. У него рубашка мокрая, но мы сейчас уже сушимся. Хорошо, хоть лапти не мокрые. Все-таки я его не отпустила. Чапать в лаптях по лужам. А другая книжка, которую я вам хотела показать, это про Бибигона, про мальчика с пальчика. Да, и я вам обещала показать его письмецо. Вот оно, на листочке. Я не придумала. И смотрите, как интересно. Вот моя любимая вот эта картинка. Смотрите. Вдруг видят полосатая кибиточка катит. В кибиточке рогатая улиточка сидит. Везут ее проворные рогатые жуки. И черные-причерные ночные мотыльки. Кузнечики зеленые идут за нею в ряд. И в трубы золоченые без умолку трубят. Катит-катит кибиточкой и прямо на крыльцо рогатая улиточка бросает письмецо. Вчера за черной тупчью, моей рукой могучью, сражен и побежден дракон-каракакон. Отпраздновать победу я к вам приеду в среду. Примите мой поклон, ваш верный Бибигон. Вот. Вот такое замечательное письмо. И я очень хотела, чтобы вы тоже играли в письма, да, которые я вам предложила бы сделать из бумаги. Вот я взяла зеленую бумагу и понадобится еще фломастер. Так, и листик. Это у меня какой? Липовый. Это у меня кленовый. А есть еще листик от куста сирени. И есть еще один листик. А я не знаю, к сожалению, что это за куст. Вот. Может быть, ваша мама знает и вам подскажет. И что мы делаем? Мы берем... Если у вас просто белый листик, то берите белый. Я взяла еще... Ну, я взяла зеленый, да. И обводите просто тогда лист. Вот. Сиреневый сразу будем обводить, да. Обводите тогда лист зеленым чем-то фломастером. Вот. Карандашом. Как у вас получится. Так. И веточку тоже обводим. Черешочек, да. Ну-ка, 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 ну-ка. Получится? Хоп. Или не получится? Так. Убираем листик? Хоу. Вот такое письмецо. Так. А кленовый? Мне кажется, кленовый еще интереснее обвести. Как вы считаете? Да. Поместится у меня на этот же листочек? Или не поместится? Давайте попробуем на другую сторону. Угу. У меня просто... Вы не думайте. У меня просто листик двойной. То есть на другой стороне тоже можно нарисовать и даже получится вырезать. Так. Будем обводить, да. Мне кажется, это интересная такая задачка. Обводить листочки. Не такая уж и простая. Пробуйте. Хороша? Палочка. Я ее не буду обводить. Она такая худенькая. И каждый-каждый зубчик. Да. У клена. Наверное, это такая сложная задачка. Как вы считаете? Сложная? Или простая? Ага. Еще что у нас осталось? Ага. Самый верхний зубчик. Сейчас самый верхний. Убираем? О! Просто красота! И берем ножницы. А вот ножницы, мне кажется, я из рюкзака и не достала. Так. Тогда я возьму вот такие маленькие. Выберите самые настоящие. Ладно, ножницы? На меня не обращайте внимания. Вот бы здорово было, если бы мы сейчас с Кузей кинулись бы искать большие ножницы. Ну, или хотя бы какие-нибудь. Хорошо, когда все в порядке и под рукой. Маленькими вырезать долго, потому что, видите, у них какие малюсенькие зубчики. Так. А вы пока вырезаете письмецо, вы, пожалуйста, ребятки, думайте. Хорошо? Хорошо, думайте о том, как, что будет написано в письме. Если вы уже знаете, как какие-то буковки пишутся, то обязательно их напишите в письмецо. Договорились? Если вы знаете, как пишется ваше имя, то его тоже нужно обязательно, ваше имя, вписать в письмецо. Ну, чтобы все знали, от кого это письмецо. Посмотрите, мне очень нравится то, что у меня получилось. Другой листик сирени будем вырезать? Будем, да, хотите? Хорошо. Ждете, да, вас не напрягает, что я так долго. Маленькие ножницы долго режу, да. А это большие ножницы. В два счета бы. Так, захотелось чаю, но передумала его пить с ножницами в руках. Все, все, мои родные. Вот, все. Смотрите-ка, смотрите-ка. У меня два письмеца. Сейчас, минуточку. Чай – это все, что нам всегда поможет от дождя. А дальше берем фломастер или берем ручку и пишем письмо. Ну, например, я с одной стороны напишу, что это письмо Кузе. Так и напишу. Так, ой, у вас все перевернуто, да, у меня камера такая плохая. Тут написано Кузе, просто в зеркальном отражении, ладно. А тут я буду баловаться, просто баловаться, делать вид, что я пишу. Видели, как мама пишет вот так? Иногда у нее большие буковки, и тогда маленькие. Иногда длинные слова, иногда короткие слова. Иногда она ставит восклицательный знак, точку. А еще, вот так же непонятно, пишут, например, врачи. Ты смотришь на их почерк и сразу думаешь, да, как так можно писать? Вот, смотрите, какое красивое письмо. Кузя, я тебе письмо прочла. Ну-ка, Кузя сейчас прочтет. Получится у него? Конечно, получится. Тут написано так. Так, сегодня, хоть и лето, но сильный-сильный дождь, мы все равно пошли гулять и вымокли до нитки. И Надежда Анатольевна мне не разрешила лазать по лужам, потому что у меня нету резиновых сапог. Точка. Кузя, ты просто пересказал нашу сегодняшнюю, нашу прогулку. Это же было тебе письмо. Ладно, тогда тут написано. Никогда не ходи по лужам в лаптях. Ходи только в резиновых сапогах. Вот это я понимаю, это хорошее письмо. Так, а второе письмо кому написать? А второе письмо мы напишем, не знаю, я не знаю, кому, ребятам. Вот я буду тут писать. Дорогие мои ребята, мальчики и девочки, уверяю вас, скоро все дождики закончатся, и скоро будет солнышко, хорошая погода, сухая земля, нежная травка. И мы будем смотреть на нежные травки и сухой земле. Хорошие летние сказки. Ваша Надежда Анатольевна. Я люблю вас очень сильно. Так, пока, пока, пока. До встречи.